Слава Тебе, Христе Божьего Поводия Наша, слава Тебе! Слава Отцу и Святому Духу, имени и прескай, вовеки, вовеки... Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть в Средиземном море остров, называется Кипр. И в сознании человека-обывателя этот остров является часто вожделенной мечтой, где можно прекрасно погреть свои косточки, где можно вкусно поесть, хорошо покупаться и, в общем, довольно приятно провести время. Но для христианина этот остров имеет совсем другое значение. Христианство там появилось благодаря трудам апостола Павла и его ученика апостола Варнавы, который был выходцем с острова Кипр, родился на этом острове. Ну и, конечно же, это остров, на котором 30 лет был епископом друг Христов. Лазарь четверодневный, которого Христос воскресил и который удостоился этого великого звания друга Христова. 30 лет он там провел впоследствии в качестве епископа Кипра. Ну и кроме этих всем известных святых есть, святоиме неизвестные, их там семь десятков человек, наверное, и больше. И сегодня мы празднуем память человека, который там родился и который тоже стал святым. Мы говорим о святителе Иоанне, патриархе Александрийском, который получил прозвище «милостивый». Это вообще свойственно людям давать другим прозвище. И обычно прозвище охарактеризовывает человека, даёт такое точное определение его сущности. Это везде, это и в детской среде как-то бывает часто, и в среде святых, в среде правителей. Владимир Красное Солнышко, например, народ прозвал. Бывают несправедливые, конечно, звания, например, святого царя Николая мученика назвали кровавым, но только это в узких кругах, в общем-то. И если уж говорить о его причастии к крови, то он, конечно, не кровавый, а окровавленный. Окровавленный теми бедами, которые свалились на нашу Родину и, собственно, сам пострадавший до крови. Ну, а Иоанн, родившийся в богатой семье, в семье вельмож, когда вырос, он женился, имел детей. Вот в житии так и сказано, что он женился, имел детей, а потом жена и дети умерли, а он стал аскетом. Так очень просто сказано, вот были и нет, жили и умерли. Как будто это вот сплошь и рядом происходит. Может быть, так и происходило это раньше. Так часто, что умирали дети и жена, все вместе. Может быть, это с ним, такой промысел Господа был о нем. И вот он стал аскетом, стал монахом и впоследствии был избран на Александрейскую кафедру патриархов. Александрей – это, ну, очень крупный город, это портовый город, надо понимать. И в нем, это первый город вообще, главный порт считался Византийской империей. И в нем, конечно, много шастало всякого народа, разного очень. И много в нем было претендентов на власть, в том числе на церковную. Ну вот туда попал человек, который был чужд, все возможно, любым интригам, любым битвам за власть. Он туда, на этот пост по послушанию поступил. Конечно, он там занимался устроением церковной жизни и занимался борьбой с ереси, с еретиками. Наследствие ему досталось там бойкое такое. Но его жизнь, этого милостивого человека, она для нас с вами цена чем? Тем, что это, можно сказать, руководство к действию. Это образец того, как нам следует себя вести. Как мы судим о людях часто? Иногда, конечно, мы слушаем слова, которые люди говорят, но чаще. И это, естественно, мы составляем впечатление по делам. И это правильно, потому что этот критерий, он, как правило, безошибочный. И по плодам их узнаете их. Так вот, сейчас мы на примере случаев, на примере поступков святителя Иоанна сможем кое-что для себя извлечь. Конечно, мы это и так знаем всё, но это такие вещи, которые нужно вновь и вновь в себе освежать. Для того, чтобы в какой-то момент вот это якобы знание, а на самом деле часто всего лишь информация, которую мы знаем, стала в нас знанием, проросла и изменила нашу жизнь. Чем занимался? И давайте ещё несколько слов, в какое время он жил. Он жил во время, когда империя византийская, она ещё тяготела к старой традиции, но уже зарождалось нечто новое. Это было правление императора Ираклия, который сделал государственным, во-первых, греческий язык, который вёл войны. Была очень затяжная война, она вообще длилась лет 25, и до Ираклия началась ещё с персидской державой, в результате которой многие восточные земли, они переходили из рук в руки. И в его приход к власти сопровождался гражданской войной, а с севера теснили славяне, которые даже Константинополь осаждали. То есть это не было такое благоденствие, это была ситуация такая довольно острая и быстро меняющаяся. поэтому все события, о которых мы будем сейчас говорить, они были довольно-таки подвижные. и это было не сказать, что от такой хорошей жизни, вот некий такой, ведь как можно, почитая житие, представить, вот некий такой добрый старичок ходит там, чего-то такой блаженненький, раздаёт всем денежки, вот он милостивый. Но это не так. Чем он занимался? Например, три раза в неделю он ходил в больницы. Что такое сходить в больницу? Ну, хорошо, когда сходить к одному человеку, посетить его, и, так сказать, ему хорошо, и тебе неплохо, ты, значит, с чувством выполненного долга, ему тоже приятно, и разошлись. А если нужно, вот как священники ходят по больницам, причащают, исповедуют, отвечают на вопросы, если нужно обойти целый этаж, или, например, обойти целый корпус, или два корпуса, это большой труд и физический, и духовный, и душевный. Все силы часто остаются там. И вот так три раза в неделю. Это, считайте, целый день ты там проводишь. А два раза в неделю он принимал людей. К нему приходили со всякими спорными ситуациями, обиженные разные люди, кто с кем несправедливо поступили. И вот он все эти дела разрешал, милостиво судил, раздавал милостыню тоже. вот уже пять дней. А плюс к этому еще богослужение, плюс к этому еще работа с клириками, плюс к этому еще борьба с иеретиками, плюс к этому еще попечение о храмах, о всех его, так сказать, патриарших его всех владениях, а плюс еще общение с государственными мужами. Вот такая была его жизнь. Полна всевозможных дел. В основном, как мы видим, полна дел милосердия. И он это считал в своей жизни самым главным. Вот, например, такой случай. Как он ходил и давал милостыню. Идет по дороге, дает милостыню. Подходит нищий, получает шесть монет, отбегает, меняет там накидочку и опять просит денежку. Потом в третий раз подходит. Тут уже и его признали, потому что, ну как, ну и неприлично, конечно, так уже, так вот, уж так нагло, так в наглую деньги-то вымогать уже, можно сказать. И по-человечески это все понятно, и люди, которые сопровождали патриарха, они дали понять этому нищему, что он не прав. И вообще, ситуация ясна. По человеческим меркам, но, здесь мы поступаем к самому главному. Здесь мы видим, что Иоанн жил не по человеческим меркам. Критерии его жизни, они были в Святом Евангелии и в учении Христа Спасителя. что сказал на эту ситуацию сам святитель? Он сказал следующее. А не Христос ли меня искушает? «Если я Ему не дам, а это Христос, Он исходил вот из чего, чтобы не оказаться со Христом не вместе. вот о чем он переживал. И вот это, вот это зерно и всей его жизни быть все время со Христом». И он поступал так, как Христос поступает. больных посетил, голодных накормил. С чего он начал свое правление вообще? Он потребовал создать каталог всех нищих, которые есть в Александрии. Таких оказалось 7 тысяч человек. И о каждом было попечение с его стороны. Всех их кормили. Так что, братья и сестры, будем поступать, как святой Иоанн поступал. Вот когда проходил день, ему не приходилось кому-либо чем-то помочь, он считал этот день потерянным. И говорил, в этот день я ничего не принес моему Искупителю за грехи мои. Вокруг была война. И очень скоро, ну уже, конечно, после кончины блаженной святителя Иоанна, Александрия вообще перейдет в руки арабов, которые, воспользовавшись тем, что исчерпали все свои силы персы и византийцы, они под шумок все под себя подгребли. Все то, за что так долго сражались две великие державы. И Александрия тоже потом будет у арабов, потом вернется, но ситуация такая была, знаете, военная ситуация. И вот в этой ситуации ему подарили одеяло дорогое, чтобы он спал хорошо, мягко, чтобы ему было тепло и уютно. А он не мог. Не мог себе позволить этого. Человек, который привык к скромности, такой жизненной, к строгости к себе, он не может вот так лежать и наслаждаться такими пухом лебяжьим. И он это одеяло пошел да продал на следующий день. И там такая даже смешная история с этим вельможей, который ему подарил. Они как-то все время, один все время выкупал это одеяло, я приносил ему, а тот опять шел и продавал. Такое было соревнование, кто кого перебдит в своих добродетелях. Так. Очень хорошая история произошла с ним, когда он осудил в темницу невинного человека, монаха. И этот случай показывает нам о том, что он мог признавать свою вину, мог каяться и просить прощения. Человека обвинили в непристойных взаимоотношениях с девицей и посадили. Иоанн поверил клевете. Но ему было видение во сне, не захотел Господь так оставить эту ситуацию. И в этом сне прямо к нему явился этот монах весь в струпьях, в язвах и говорит, зачем же ты поверил клевете. И тот к нему пошел, когда проснулся, и выяснил, потому что до этого он с ним даже, видимо, и не разговаривал. Оказалось, что он крестил эту девицу и первые дни хотел просто с ней побыть, чтобы укрепить ее в вере, чтобы она как-то на ноги получше стала. Ну, как часто ведь бывает, что, когда крестится молодая особа в таком возрасте буйном, это значит, что у нее уже много чего в жизни произошло. И произошло, как правило, чего-то плохого. И вот эту всю скрученную проволоку ее жизни, ее нужно распутать, помочь ей как-то встать на ноги, обрести себя. Вот, видимо, этим и занимался этот монах. И, конечно, его святитель освободил. А другой случай такого же свойства, когда святитель был вынужден какого-то клирика запретить в служении за некий проступок, неизвестно за какой, но он даже хотел с ним поговорить, но как-то в делах, до заботах забыл об этом и вспомнил об этом уже, когда литургию служил. И вспомнил также слова о том, что если брат на тебя что-то имеет, ты пойди и примирись с ним, прежде чем ты будешь приступать к тайным Христовым. А тот-то брат, священник, как раз обозлился. конечно, он был неправ в своем обозлении тоже, видимо, не было в нем покаяния, но каков святитель? Святитель пошел, перестал остановить службу и пошел к нему. А он, видимо, был рядышком в этом, тоже в храме стоял. Он к нему подошел на коленях, просил у него прощения. И это произвело такой ошеломляющий эффект на этого священника, что тот раскаялся и со слезами тоже наверняка просил прощения у своего патриарха. И потом стал, как сказано в житии, ревностным священником. А еще был случай чудесный, который о кротости свидетельствует тоже и об умении прощать и об умении учить прощения. Был племянник у святителя Иоанна, которого какой-то горожанин оскорбил. И вот он, племянник, пришел, говорит, так и так, дядя, давай отомсти, пожалуйста, ему за меня. Нанес он мне горькую обиду. Мне это все тяжело. И патриарх говорит, конечно, конечно, племянничек, все для тебя сделаю. Вот так поступлю, что вообще вся Александрия будет в шоке. И так и произошло. Вся Александрия была поражена той мести, которую сотворил святитель Иоанн. И в чем она заключалась? Публично святитель Иоанн сказал тому горожанину, отныне освобождаешься от церковного налога. Это было как гром среди ясного неба. И главное, что племянник понял, почему это было сделано. он понял и выразумился. Месть это не то, что следует делать христианинам. Просит от тебя пальто, отдай рубаху. вот так и поступил Иоанн милостивый. Кстати, о племянниках. Вот у меня завтра мой племянник уходит в армию. Вот и прошу ваших молитв, братья и сестры, чтобы... А его, кстати, зовут Иоанн. Вот. За Иоанна, воина, помолиться. Парень способный, крепкий. Вот дай Бог, чтобы он послужил верой и правдой. И в вере еще укрепился. Он из церковной семьи, чтобы он еще возрос в новых обстоятельствах своей жизни. Вот. Святитель Иоанн отошел к Господу на острове Кипр. Господь его туда призвал, на родину, где он родился. Ситуация уже так складывалась, что и поджимали чужие войска. И он там и умер. Вернулся туда и умер. На своей родине. Но мы помним о нем. Много было разных патриархов, много было разных императоров. О многих известно, не известно ничего, о некоторых имена, о некоторых две строчки. А о святителе Иоанне известно довольно много, потому что его любили, потому что он плоды приносил такие, которые не тлеют, не гниют. и вот этот его пример жизни во Христе, жизни по Евангелию, его пример милующего сердца, милосердного человека, он для нас очень даже не лишний. дай Бог, чтобы и нам вот это милующее сердце в себе тоже возрастить. Потому что именно в этом состоянии человек особо склонен к получению и восприятию Божьей благодати. потому что в милующем сердце нет злобы, нет интриг, нет ненависти, нет жадности. Оно все в человеке меняет. Ведь именно по милосердию Бог стал человеком и спас нас, пришел нас спасти именно по милосердию своему, ни почему другому. и скромно и тихо ждет от нас того же, что мы будем достойными учениками и ученицами, что мы будем миловать других и помнить о том, что для тех, кто творит суд без милости и Господь устроит суд без милости. А кто других прощает, кто для других делает добро, как сказал Господь, если сотворите одному из малых всех, сотворите мне, то тот будет с Богом всегда, будет с Богом и будет жить в радости. А что такое жить в радости? Это значит, не понадобится многое из того, на что мы тратим свое время и силы. Не понадобится ни с кем спорить, не понадобится ни с кем ругаться, не понадобится никого осуждать, не понадобится да много чего не понадобится, не понадобится лечиться, потому что наши болезни, они от этой противной мерзкой злобы, которая в нас глубоко сидит. Сколько можно сэкономить времени, сил, денег и потратить это на что-то другое, на помощь другим, не замыкаться в себе, потому что если человек живет без радости, он не может другим помочь, никому помочь не может, он замкнут на своих проблемах, он сам в себе, у меня это плохо, это плохо, это плохо, и чахнет, 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 а человек в радости, в благодати Божией, он хочет всем отдавать, он хочет трудиться во славу Божию, хочет творить добро, творить милость, вот таковым был святитель Иоанн, будем же хоть немножечко таковыми и мы. Помоги нам в этом Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok